Сегодня в программе. Человек, получивший увечья в результате несчастного случая, врачи сказали, что ему осталось жить только два года. Однако после вердикта врачей он получает способность исцелять неизлечимых больных. Можно ли понять древние тайны сверхъестественного? Существуют ли ангелы? Есть ли жизнь после смерти? Бывают ли чудеса исцеления? Можем ли мы получить сверхъестественную помощь из другого измерения? Было ли наше будущее расписано заранее? Сид Рот уже 30 лет исследует неизведанный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественное». Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественно. Что вы сделаете, если узнаете, что смертельно больны? Вы, наверное, пойдете к пресс-видерам церкви, они помажут вас миром и помолятся. Представим, что вы не исцелились. Тогда вы отправляетесь к лучшим докторам, но они все равно не могут помочь вам. Вы пробуете найти другие способы лечения, но вам все равно ничто не помогает. Что же тогда остается делать? Наш гость утверждает, что большая часть наших заболеваний происходит не из-за каких-то внешних факторов, а из-за наших злокачественных эмоций. 75% людей, прошедших его курс занятий, выздоравливает. Причем сам он утверждает, что этот процент был бы еще выше, если бы люди выполняли все инструкции, которые он дает им. Сегодня у нас в гостях Арт Матиас. Вы сумели найти путь к исцелению? Да. Вы стали искать этот путь из-за несчастного случая. Да, я попал в аварию на снегоходе. Это было в 94-м. Нет, в 97-м. Расскажите об этом. Я жил на Аляске, а там всегда были замечательные снежные зимы. И однажды, когда я катался на своем снегоходе, он перевернулся и прижал меня. Я сначала даже не понял, что произошло, но почти сразу почувствовал нарастающую боль в правом плече, и оно начало трещать. Только через 8 или даже 9 месяцев я смог выяснить, что случилось с моим плечом. Я бывал на приемах у нескольких докторов. Сначала мне сделали рентгеновский снимок плеча. С ним было все в порядке. Потом мне сделали снимок шеи. Оказалось, что у меня было сломано 3 диска позвоночника в шейном отделе. Из-за того, что эти диски сломаны, давление на спину и отдел позвоночника было настолько сильным, что, как мне сказали доктора, я уже должен был быть мертв. Они удивлялись, как я вообще мог ходить. Единственным выходом была срочная операция. И, как вы приводили пример вначале, за меня тоже молились пресвитеры нашей церкви. Ничего не случилось. Поэтому я пошел на операцию, и мне вставили 4 позвонка. Было сломано 3, а вставили 4. И после операции я чувствовал себя даже хуже, чем до нее. Мне причиняла боль все, что я ел, все, что я одевал. И хотя боль в моем плече поутихла, во всем остальном теле она лишь усилилась. Я опять обратился к хирургу, мне сделали еще один снимок, и врач сказал, что шея у меня, конечно, не очень, но причина постоянной боли не в ней. Также я посетил и невролога, потому что у меня начали неметь кончики пальцев на руках, ногах. Доктора поставили диагноз периферической невропатии, то есть отмирание нервных волокон. И вдобавок к этому у вас появилась аллергия почти ко всему. Да, как оказалось, я стал аллергиком к сотне вещей, причем именно эта аллергия усиливала развитие невропатии. Я вообще ничего не мог есть, было только 2 или 3 блюда, которыми я мог питаться. Любая синтетическая одежда раздражала кожу моих рук, она воспалялась. Я не мог одевать одежду, только лишь из чистого хлопка я одевал одежду. В это же время у его сестры обнаруживается опухоль. Она сама начинает больше размышлять о прощении, исцелении, посещает семинары. И она послала записи семинаров Арту. И что же случилось потом? Расскажите. Я был в отчаянии. В том состоянии, я был готов слушать любые вещи, даже то, что раньше я назвал бы собачьей чушью. Даже если бы мне сказали, что мои чувства и эмоции могут повлиять на мое состояние. Я с самого детства ходил в церковь, поэтому я не думал, что мне надо кого-то прощать. Но после того, как моя сестра объяснила мне причины горечи и ее сути, я понял, что во мне было много гнева и непрощения, которые являются частью горечи. Я тогда решил прощать. Я не знал, как это делать, но решил научиться в действии. Я поставил перед собой цель всегда выбирать прощение. Есть один стих в Писании, он тогда все время крутился у меня в голове. Это второе послание к Тимофею, первая глава, седьмой стих. «Ибо дал нам Бог не дух, а боязни. И раз я был рожденным свышехристианином, я сказал себе, у меня не должно быть такого духа. Но я знал, что находился под контролем своих страхов. Я все время думал о будущем, боялся каждодневной боли, что однажды я вообще не смогу есть. Могу представить себе этот страх. То есть, я хочу сказать, вы, наверное, уже совсем отчаялись. Жизнь была такой ужасной. Я вообще ничего не мог есть. При любой пище у меня все начинало болеть. Жизнь просто превратилась в ад для меня и моей жены. Я спросил Господь, что мне делать с этим стихом, потому что я знал, что я был под контролем у своего страха. Я просто сказал, во имя Иисуса я приказываю страху покинуть меня. И тут же у меня возникло ощущение необычайной легкости, как будто целая тонна упала с плеч. Мне понадобилось два или три дня, чтобы осознать все это. И вместе со страхом ушла и моя аллергия. Выздоровели нервные окончания. Моя рука, которая была повреждена после аварии, снова была исцелена. Я мог поднимать разные вещи. Видите, что он говорит нам? Он говорит, что Бог хочет исцелить нас. Абсолютно точно. Но есть проблемы в эмоциональной сфере, и не только прощение, не только разные страхи. И когда разбираешься с этими проблемами, то можно ощущать поток Божьей исцеляющей силы. Да, это его желание. Его воля в том, чтобы исцелять. Но мы видим в Писании много примеров, когда он не мог исцелить из-за неверия людей. И он поражался этому. На самом деле неверие — это одна из форм непослушания. Я был очень непослушен Господу, так как у меня было много гнева, обиды, горечи. И после этого я начал изучать, как с научной точки зрения разные негативные эмоции влияют на здоровье человека. Есть даже такая наука — психоневрологическая иммунология. Есть разные медицинские учебники по этой теме. Я изучал то, что было написано в учебниках, и то, что написано в Библии. И, конечно, это не будет ни для кого сюрпризом. Такие чувства, как гнев, обида, горечь, зависть, отвержение, страх, беспокойство становятся причиной ухудшения здоровья. В более чем 80% случаев... Это так? Одна женщина прочитала книгу Арте Мортиаса и похудела на 47 килограммов. Мы поговорим об этом случае после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Это сверхъестественное. 75% людей, прошедших методику доктора Маттиаса, изложенную в его книге «Библейские основы свободы», получили исцеление. Множество людей было исцелено от избыточного веса, рака, слепоты, аллергии, астмы, проблем с сердцем, диабета и многих других болезней. Согласно доктору Маттиасу, наши тела являются точным отражением нашего духовного состояния. В своей книге доктор показывает, как негативные чувства, гнев, обида, страх, стресс могут вызвать серьезные ухудшения здоровья. Прочитав книгу «Библейские основы свободы», вы научитесь жить в свободе от негативных эмоций, сможете восстановить разрушенные отношения, получить исцеление. Закажите себе книгу доктора Маттиаса «Библейские основы исцеления». Субтитры создавал DimaTorzok «Бронзвик, Георгия, 31521». Пожалуйста, специфай оффер номер 1244 или перейдите на sidroth.org. Звучите или пишите сегодня. Это «Сверхъестественное». Здравствуйте, с вами Сид Рот и Арт Маттиас. Арт верит, и он уже тысячу раз убеждался в этом, что негативные эмоции, которые есть у человека, мешают произойти Божьему чуду исцеления. И когда вы избавляетесь от своих негативных эмоций, в вашу жизнь приходит исцеление. Арт. Часто бывает, что человек приходит к доктору на обследование, но по результатам ничего не понятно. И тогда врач часто ставит диагноз «стресс». Вот такой обобщенный. Да. И часто так и бывает. Что вы знаете о стрессе? Я полностью согласен с тем, что говорят доктора. Стресс является одним из наших злейших врагов. Факторами, вызывающими стресс, могут быть и чувства, любой гнев, обида, горечь, страхи, беспокойство. И какие-то вещи, происходящие в нашей жизни. Развод, увольнение, несчастье. Подобные вещи очень сильно влияют на нас. И когда у нас есть такие проблемы, либо такие мысли, то наше тело, согласно медицинской терминологии, реагирует на них защитной реакцией. Это означает, что надпочечные железы вырабатывают огромное количество адреналина и кортизола. Благодаря им мы получаем дополнительную силу, поступающую в наши руки, ноги. Это дополнительный приток сахара к мышцам. И в итоге наша пищеварительная система оказывается ненужной. Кроме этого, лишний адреналин и кортизол подавляют иммунную систему, потому что они разрушают специальные клетки иммунной системы. И если такое состояние недолговременно, то все в порядке. Я верю, что Бог не планировал, чтобы мы постоянно жили в таком состоянии. И если мы долго находимся в нем, то наша иммунная система подавляется. И тогда любая болезнь может легко укрепиться в нас, так как клетки иммунной системы, отвечающие за нейтрализацию вредоносных клеток, разрушены избыточными адреналином и кортизолом. Можете ли вы привести пример кого-нибудь, кто смог взять контроль над своими негативными эмоциями и в итоге был исцелен? Прошлым летом один из моих друзей получил диагноз «рак поджелудочной железы». Мы молились за него в течение 30 дней, и потом, когда он сдавал анализ, в его крови не было найдено пораженных клеток. Что именно мешало ему получить исцеление? Страх и беспокойство о своем будущем. У него был страх болезни, потому что он не хотел заболеть раком. Множество его знакомых и друзей умерли от рака, и он волновался об этом. На самом деле мы поняли, что страх — это самоисполняющееся пророчество. Как написано в книге Иова, третьей главе, вещи, которых мы больше всего боимся, происходят в нашей жизни. Арт, мы познакомились с женщиной, которая прочитала твою книгу. Да. «Библейские основания свободы». Она потеряла 47 килограммов. Давайте посмотрим видеосюжет об этом. Это я два года назад, в ноябре. С того времени я потеряла 47 килограммов. Я набрала такой большой вес, потому что пыталась таким образом обезопасить себя. Когда я была девушкой, в моей жизни было много неприятных и плохих вещей, мои родители не знали о них. Я думала, что все в порядке. Но я сама была в заблуждении относительно правильности своих поступков. Я никому об этом не рассказывала до 38 лет. И вот результат. Хотя в школе я всегда думала, что у меня нормальный вес, что переедания и сладости не страшны мне. Но это все был враг. Это была его ложь. И в итоге я разрослась до таких размеров. За шесть месяцев до этого мой брат, ему было 44, совершил самоубийство. И у него осталось два 16-летних сына и дочь. В течение года он потерял дом, семью, жену, работу. И уже три года назад, в феврале, он умер. И после этого я целый год злилась на своего брата, была полна горечи из-за его смерти. Я много ела и набрала еще 10 килограммов за тот год. И когда я вернулась домой и увидела эту фотографию, я решила для себя, что мне нравится есть, и я буду есть, сколько захочу. И уже абсолютно все равно. Но в январе Господь сказал мне, и это был как будто реальный голос. Он сказал, какое право ты имеешь злиться на своего брата из-за его самоубийства, если ты делаешь то же самое, только другим способом. И после этого я начала презирать себя. Ненавидеть, злиться на саму себя, что я так много ем. И вроде бы не то, что я не простила людей, которые причинили мне боль. Просто я не слишком задумывалась о прощении. И в тот день я приняла решение. Я простила своего брата за его самоубийство. И после этого я стала учиться прощать саму себя. Это был долгий процесс. Я читала книгу «Библейские основания свободы». Читала книги о молитвенном служении. И вот результат. Я уже не тот человек, каким была раньше. Теперь я по-настоящему освободилась от непрощения и от лишнего веса. И сейчас я могу твердо сказать, что я люблю себя. Я люблю окружающих меня людей. Вот как мои позитивные эмоции повлияли на меня и на мое тело. Состояние нашей души и нашего духа отражается на нашем теле. Будьте уверены в этом. Самое главное, не набирает ли она вес обратно. Я видел ее две недели назад, и она выглядела еще лучше, чем в этом сюжете. Знаешь, что для меня больше всего поразительно. Я немного уйду от темы, но меня поразили твои слова. Скажите мне, какая у вас болезнь, и я скажу, какое негативное чувство мешает вам. Это удивительно. Это так. В медицинских учебниках описано около 60 болезней, возникающих из-за стресса, беспокойства и страха. В медицине проводятся прямые связи между отдельными болезнями и определенными чувствами. Давайте попробуем вместе. Мигрень. Мигрень связана с вашими мыслями о конфликте. В вашей жизни случилась какая-то конфронтация, и вы все время думаете о ней. Вы думаете, а, надо было вот так сказать, здесь надо было так себя повести. И вы корите себя, что неправильно говорили и так далее. Это звучит чересчур просто. Ну, Иисус тоже говорил простые вещи. Слово Божие очень просто для понимания. Очень просто прощать. После перерыва мы с вами увидим, как в жизнях людей, которые начинают прощать по-настоящему, начинают происходить чудеса, великие чудеса. Так что оставайтесь с нами. Это сверхъестественное. Он является нашим миром. Тот, кто сотворил иудеев и язычников и соединил их в одном теле и сломал разделяющие их стены. Его целью было создать новое творение. Его целью было создать нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Сидрот нашел исток нового пробуждения. Настало время, когда мы можем достичь еврейского народа Божией любовью. Спаситель Иисус разрушил стены, разделявшие иудеев и язычников. И вместе они становятся одним новым человеком, являющимся ярким свидетельством всему миру. Божья цель в том, чтобы достичь еврейский народ через науку и чудеса. Именно поэтому вы можете найти на нашем сайте много материала, который поможет вам понять природу чудес, осознать Божью реальность и увидеть еврейские корни церкви. Это сверхъестественно. Здравствуйте, с вами Сидрот и Арт Маттиас. Арт, в вашем курсе есть одна деталь, которую большинство людей не может понять. Вы хотите, чтобы они четко следовали всем вашим инструкциям, чтобы не было пустой молитвы типа «Господь, я прощаю всех». Почему надо следовать инструкциям? Потому что подавляющее большинство людей не понимают, в чем заключается прощение. Прощение, по сути, заключается в освобождении от той боли, которая осталась в нашей памяти. Непрощение проявляется в злости, обиде, горечи, во всех этих негативных чувствах. Если вы понимаете, что у вас есть какие-то из этих чувств, то значит, в вашей жизни есть непрощение. Когда мы прощаем по-настоящему, прощаем, все негативные эмоции исчезают. Поэтому я даю людям возможность пошагово пройти весь процесс прощения, чтобы они понимали его суть. Я выбираю прощать, отвергаю власть сатаны надо мной. Я приказываю страху уйти. Большинство людей не делают этого. Конечно, нет. Они знают, что прощать — это значит помолиться Господу. Поэтому они не могут ощутить воздействие прощения в своей жизни, так как их боль все еще остается внутри них. Иисус пришел, чтобы исцелить сломленные сердца, израненные теми вещами, которые случились с нами, наполненные этой боли. Его кровь полностью очищает и восстанавливает нас. Тогда в нашей жизни появляется исцеление. Давайте посмотрим сюжет о Кейте Халли. Что с ней случилось? Кейте была нежеланным ребенком. Ее отдали на усыновление. И всю свою жизнь она жила, чувствуя, что она никому не нужна. Это была большая боль в ее жизни. Давайте посмотрим. 16 июня 2000 года моя прежняя жизнь закончилась. Я пыталась объяснить детали сделки своему деловому партнеру, и вдруг поняла, что я не могу сказать те мысли, которые у меня в голове. Я села в машину, поехала домой, и когда приехала, вообще не могла ничего говорить. Мне поставили диагноз местного паралича. Рентгеновский снимок показал, что на обеих сторонах моей головы были зоны инфаркта. И когда-то у меня был значительный инфаркт сосудов, но никто не мог сказать точно, когда. И тогда меня отправили на обследование в больницу, так как никто не мог понять, в чем причина моей болезни. В больнице мне снова сделали полное обследование и отправили домой, сказав, что дадут знать о результатах. Позже мне позвонили и сказали, что нашли причину моей болезни. У меня оказалась генетическая склонность к синдрому Лейдена, то есть у меня была повышенная сворачиваемость крови. На тот момент моя кровь по своей плотности была где-то между кленовым сиропом и жидким клеем, так что был очень большой риск повторного паралича. Мне прописали принимать таблетки, кумидин, делать различные упражнения. И в течение года я пыталась вылечиться, принимала лекарства, делала зарядку, но когда я была наедине с собой, я понимала, что на самом деле нет никакого улучшения. Одна из моих подруг в то время начала посещать семинары арта, и она спросила меня, не хочу ли я пойти с ней на семинар. Я ответила, ни за что. Я была больна, и мне незачем было копаться в своей душе, тем более слушать всякую религиозную чушь. Поэтому я сказала сама себе, нет уж, спасибо. Через неделю мы вместе пошли к моему доктору, и он сказал, что ситуация ухудшилась. Если не будет никакого улучшения, то у меня будет еще один инфаркт, и он может убить меня. И снова Нэнси предложила мне сходить вместе к карту. И что-то внутри меня сказала «да». И на семинаре вся ложь, которая убивала меня все это время, была раскрыта. Я вышла оттуда совсем другим человеком. Вы можете видеть это на моих фотографиях. Я вернулась домой, и я очень хорошо себя чувствовала. 11 сентября я прошла полные обследования, и анализы показали, что с моей кровью все в порядке. Гормоны были в норме, уровень холестерина допустимый, все было хорошо. Я была даже здоровее, чем год назад. И когда люди спрашивают меня «Кэйти, что случилось?», я чувствовала себя подобно тому человеку, который прозрел в синагоге. Он тогда ответил «Я не знаю, я был слеп, и вот теперь я вижу». И для меня это было примерно так же. Я была больна и умирала, и вот теперь я здорова. Как чудесно! И даже если бы только она одна исцелилась, это уже чудесно. Но на самом-то деле очень много людей исцеляются. Вы говорите, что 75% исцеляется, а может быть больше? Это так? Если мы по-настоящему поймем, что значит прощать, мы действительно захотим этого, то, как сказала Кэйти, вся жизнь будет полностью изменена после того, как прощение войдет в наше сердце. Но большинство христиан понимают, что такое прощение, они просто не хотят отпустить старые обиды, к сожалению. Бог сказал нам прощать, и мы думаем, что прощаем, но боль все еще остается в наших телах. Если боль все еще есть, значит, корни непрощения не были удалены. Да. В нас все еще есть горечь, обида, непрощение, если мы чувствуем боль, не физическую, а эмоциональную. За последний год в вашем служении происходило много чудес, я называю их мессианскими чудесами. «Расскажите». За последние полтора года у нас было шесть слепых и восемнадцать глухих людей, которые были исцелены, и чудеса исцеления все еще продолжаются. Иисус, когда ходил по земле, сам творил разные чудеса, чтобы подчеркнуть, что именно Он является спасителем, мессии. И сейчас мы снова видим эти чудеса, мы видим эти свидетельства. «Я уверен, что если вы помолитесь за тех, кто смотрит нас сейчас, да, то чудеса возрастут. Вы верите в это? Когда двое или трое молятся вместе во имя Иешуа, то происходят чудеса. Арт, вы помолитесь? Сид, я уверен, что пока мы здесь разговаривали, наша беседа указала многим на их проблемы с прощением. Я бы хотел помолиться вместе со всеми, кто смотрит нас молитвой прощения. Вы можете просто повторять за мной и давайте не просто говорить какие-то слова, но действительно простить в этой молитве что-то или кого-то, что до сих пор отдает болью в нашей памяти. Дорогой Господь Иисус, я выбираю в своем сердце простить этого человека за то, что он сделал в моей жизни. Я отпускаю этот долг и больше не буду вспоминать его. Во имя Иисуса я отвергаю всякий контроль сатаны надо мной, который был у него через это воспоминание. Потому что я прощаю. И во имя Иисуса я приказываю всякой боли, гневу, обиде, стыду и вине, которые есть из этого воспоминания, уйти из моей жизни. Во имя Иисуса я приказываю своему телу успокоиться от боли и исцелиться. Я приказываю исчезнуть высокому кровяному давлению, приказываю раку, возникшему из этих негативных эмоций, уйти из моего тела. Я приказываю больным костям исцелиться. Во имя Иисуса я приказываю мигрени уйти. Во имя Иисуса. Дух Святой, приди к нам и соверши, пожалуйста, твою работу. Исцели наши сердца. Я вижу, как действует Святой Дух. Вижу, как люди молятся в ожидании чудес через боль в их сердцах. И вижу, как мир приходит в сердца. Я вижу радость. Я чувствую этот мир сейчас. Да. Хочу сказать кое-что тебе. Когда я читал твою книгу, мне пришло на ум, да, что я должен контролировать свои мысли. Да. Контролировать свои всякие сплетни. Точно. Всякие негативные чувства. Я хочу сказать, что надо избавляться от стресса уже на уровне мыслей. И тогда все становится гораздо лучше. Я чувствую мир. Я чувствую покой на сердце. Вы чувствуете его? Это князь мира. Иисус, Иешуа делает это. 75% людей, прошедших методику доктора Матиаса, изложенную в его книге «Библейские основы свободы», получили исцеление. Множество людей было исцелено от избыточного веса, рака, слепоты, аллергии, астмы, проблем с сердцем, диабета и многих других болезней. Согласно доктору Матиасу, наши тела являются точным отражением нашего духовного состояния. В своей книге доктор показывает, как негативные чувства, гнев, обида, страх, стресс, могут вызвать серьезные ухудшения здоровья. Прочитав книгу «Библейские основы свободы», вы научитесь жить в свободе от негативных эмоций. Сможете восстановить разрушенные отношения, получить исцеление. Закажите себе книгу доктора Матиаса «Библейские основы исцеления». Координаты вы видите на экране. Координаты вы видите на экране. Продолжение следует...